шаббат гадоль дорогие друзья с большим вас шаббатом и наверное самым знаменательным таким днем в жизни каждого верующего мира вам покоя и хорошего исхода мы подошли к празднику песок друзья в понедельник у нас заходит писарь господний праздник это очень важный праздники если емки пуры и роша шана это считается таким знаете календарным новым годом в израиле то израиля как вы знаете есть два нового года ну кто не знает будет знать если роша шана который осенний мы празднуем праздники это больше календарный новый год то этот этот новый год первое уже было первое и сана это первый месяц и этот новый год духовный и может быть кто-то заметил не заметил тот кто долго уже в еврействе их кто долго изучают тору и праздники господни проходят вместе с нами то заметили что перед песоком всегда очень сильное духовное давление очень сильно такое все возбуждается духовный мир возбуждается возбуждает людей вокруг тебя обстоятельства и все такое и они сужаются до определенной степени и решается выйдешь это на новый уровень ты духовный это больше духовный новый год вот так он решается вопрос выйдем ли мы на новый уровень как написано от веры в веру перейдем ли мы или мы спустимся вниз то есть опустимся вот в эти дни этот вопрос решается и и в понедельник это когда мы будем совершать исход будет ночь бдения с путь ночь господня такая заходит вечером пальцах вот в этот будет она все запечатано это или же мы совершаем алию небесные и становимся на одну ступеньку выше к богу ближе к богу или же мы спустимся вниз но это зависимости от того кто куда и шел кто какие прерогативы выставил своей жизни приоритеты и каким целям стремился я надеюсь мы совершим ступеньку вверх и этот новый цикл который открывается песоком господним праздников господних был для нас очень непростой много испытаний я надеюсь мы прошли их честью потому что такую бог мудрость давал в таких тяжелых ситуациях так поступать как я раньше и в жизни не поступал скажу вам честно ну там где раньше я мог бы выхватить шашку и порубать и где-то своим напором и человеческим восстановить справедливость здесь мы сдавали позиции и сдавали их руки богу и это меня несказанно радует что бог дал такую знаете ну ну сверх терпения сверх такую знаете мудрость как для меня ну я понимаю что это от него это по благодати его так что слава богу в общем шаббат годоль это большой шаббат почему он так называется кто не знает я сегодня объясню также мы поговорим о песах и интересных вещах и я бы хотел бы чтобы мы сегодня больше так знаете построили урок размышляя о том что же для нас все-таки машех это преснок чистоты или агнец египетский идол почему потому что я объясню почему так важно это понимание казалось бы да какая разница кто там опреснок или агнец какая разница разницы нету нет разница есть и большая разница и очень важно понимать куда чему мы стремимся и куда мы идем потому что есть между опресноком и агнцем я скажу вам так потому что агнец это египетский идол и между ними лежит такая пропасть которую перескочить невозможно и вы же знаете что ничего в мелочей никаких не бывает в писании и поэтому это важно понимать и здесь наверно те кто старались увести народ божий от бога совершили самую такую знаете коварную подлость когда они увели наше внимание от одного и сконцентрировали наше внимание на другое шаббат гадоль это день рождения для всех верующих для всего народа божьего народа который не значится среди других народов народа который бог отделилась и для себя осветил народ который освещает всю землю и его святостью живет эта земля потому что через этот народ соединяется духовный мир и физически и все обретает на земле жизнь значение существования этого народа нас с вами нельзя не недооценивать потому что если нас не будет если от земли будет забран удерживающий тогда здесь начнется хаос и темнота и страшные вещи начнут происходить поэтому это наш день рождения друзья я вас всех поздравляю потому что я объясню почему это день рождения сейчас всех поздравляю с этим большим праздником шаббат гадоль то есть наибольший шаббат из всех шаббатов потому что это правная точка . где мы родились состоялись как народ как израиль как те кто получили право напрямую стоять перед богом из и богом израиль то есть стоящий прямо перед богом без всяких посредников без всяких там колдунов вещунов бабок и т.п. мы становимся напрямую с творцом и решаем вопросы и нет вопроса которого бы мы не могли решить поэтому весь мир нуждается в нас просто мир этого не до конца понимает а те кто понимает это конечно же не готовы все отдать только чтобы их не вопросы решили ну и нам надо тоже быть с этим очень внимательны но это не для сегодняшнего дня учения внимательны с тем кому мы еще кого мы благословляем потому что благословленная нами она будет благословено и кому мы проклинаем потому что это тоже анафема она нам очень важно и научиться таки отслеживать и знаете я как-то раньше ну вот я две минуты уделю этому вопросу внимание как-то раньше я благословлял направо налево руки возлагал но когда я пришел к живому бог бог сказал ты этого делать не будет не будешь больше ну и сейчас я не измолюсь за людей если там помолись за нас я слушаю бога если бог не говорит молиться благословите тогда я благословляю если нет я этого не буду делать потому что одну если бог не благословляет что я могу сделать я человек смысл мне надмиваться от этого пустота и ничего доброго не будет понимаете поэтому ну вот это развлечение очень важно но сегодня не о нем и так ну прежде чем начну хочу поблагодарить и сказать друзья мы потихоньку подошли уже к трем тысяч на нашем канале три тысячи человек ну слава богу хорошо последнее видео заходят и спасибо вам за комментарии знаете что мне больше всего порадовало даже не число просмотров потому что это ну важно для развития канала но не для меня не больше важно конечно и порадовало мое сердце ваши комментарии особенно под эти тихими войнами там их четыре часа счастье уже на канале тихая война и там разные видео на тематика 1 мы там объясняем некоторые вещи серьезные так вот там комментарии такие глубокие и много конечно людей вот это знаете как у которых еще это и в голове такой и они там рубает налево направо тут виноват не именно ну очень много я вижу знаете увидел под этими видео много содержательных конструктивных я увидел что здесь на канале есть люди мыслящие и это не может не радовать люди которые ну понимают суть происходящего это вообще знаете слава богу я очень порадовался и хочу вас благословить и ободрить спасибо богу что есть потому что когда вот я читаю ваши комментарии я понимаю что я не одинок и ну и где бы они находились в каких бы разных местах мы не были но мы суть единая суть тех кто объединяется вокруг этих истин спасибо вам большое вас благословляю и всех люблю и вы большая драгоценность для меня поэтому ну подходим к 3000 и это ваша заслуга это ваши комментарии это ваши лайки это ваши ваши активность на канале я прошу вас продолжаем потому что ну я верю что мы будем развиваться и мы будем вещать на и я думаю что будет время когда мы начнем делать такие знаете диалоговые записи когда мы будем приглашать людей и здесь уже не один не два не три человека будем делать стримы большие где будут собираться люди мы будем какие-то вопросы обсуждать духовные интересные я верю что на этом канале будет бурлить жизнь ну а так как начало все тяжелые нам очень важно вот это начало пройти пусть она сколько скажете она может быть это начало она может быть очень долго потому что мы не знаем божьи времена и сроки ну вот поверьте что в один момент она все прорвет и прорвет развернется таким образом что мы будем в центре внимания не только человечества но и больше поэтому верим действуем дальше и кто хочет присоединиться к благословению потому что этот канал по воле божьей был создан я вас всех приглашаю с нами вместе развивать этот канал у кого есть какие способности возможно кто как-то видит как это все делать пожалуйста присоединяйтесь один ты можешь многое но вместе мы сможем все вот так вот друзья и ну пусть этот день будет нам так правной . какой-то нашей совместной работе шаббат годоль почему же этот все-таки с шаббат названным с большим шаббатом и что такого в нем произошло что бог его возвеличил над всеми шаббатами назвал его большим шаббатом был египет и очень важно понимать почему мы туда в египет попали почему наш народ ощутился в египте вы помните эту историю не надо ее ну еще раз рассказывать я просто в двух словах и помните как иосифа продали в рабство братья же его иосиф это прообраз машерка и очень есть перехнул перех пересекается их не линии очень много так иосифа отдают в рабство иосиф там проходит через разные испытания а к остается верным и и возвеличивается и становится в египте ну первым человеком после фараона вторым человеком хотя можно сказать и первым потому что вся власть в его руках и когда братья ну в чем один из прообразов очень сильных это конечно вот это их встреча вы помните потому что в ней очень большое пророческое там заложено действование когда иосиф одетый египетской одежды и братья его не узнают и братья не видят в нем своего родного и так было и в наше время очень долгое время природные ветви не могли рассмотреть в этом греческом машерке которые греки придумали и и создали из него идол они не могли найти увидеть свое и поэтому дом был разделен а вы знаете что всякое разделившееся царство само себе не устоит это слова машерка и так она есть на самом деле там где есть разделение она никогда не устоит и вот все очень и ловко получилось у этих людей которые служат тьме когда они устроили этот собор и и когда они убрали еще не хотим общего и бить с еврейством кстати вот этот по вот эта паска и по православному по моему и по католическому приходилось на нашу паску они вы по ихним календарям но и тут они сказали нет мы не будем вместе с евреями праздновать наша будет мы ее отодвинем надо да понимаете люди которые слушаются константина и ничего общего с этим народом безбожным мы не хотим иметь понимаете вот очень ловко так константин это все подстроил и вот дни господни ну те люди которые верят в лжи они уходят с этих дней и их празднуют непонятно что потому что такое их не паска я не могу объяснить и и для меня это все эти булочки яйца и все остальное но я знаю что это такое я знаю что это жертва и доложертвенная что это приношение богу плодородия и вот это все которое очень похоже на те мужские на мужской детородные орган вот это я не приносит ему жертву но я знаю что такое наш песок вот и поэтому очень мы будем сегодня о нем и очень ловко у них тогда получилось увести народ и две тысячи лет машех имел вот это египетские эти одежды на себе языческие одежды и очень трудно было в нем увидеть того машеха израиля которую мы видим писание потому что было ну кто долго на канале те знают я ни разу рассказывал о том что было и писание и изменено и и подходы к писанию и мышление тем более и маше машеха нельзя было узнать но вы помните это в то время там когда показано в чем пророческое действование когда иосиф снимает себя эти языческие одежды и братья видят свое родное вот сегодня мы заняты тем что мы с машеха снимаем эту греческую облуду вот эти греческая дрантия которые они на него деле думаешь и это так будет хорошо красиво не так нарядили чтобы ни один человек истинно ищущий вот этот жемчужим и машеха не смог найти его увидеть рассмотреть потому что сколько противоречий сколько там ну не день и совпадает с танахом ну как можно увидеть в том греке машеха израиля который предлагает и пить кровь описание четко говорит не пей крови в ней душа запрещение табу но там который проклинает смогу ни за что не про что которая не принесла плода когда ему захотелось есть это наверное самое непонятное действование в том греческом машехе как это все можно с тем машехом который льна горящего не угасит и который не трости надломленной не не доломает понимаете и минимум 2000 лет он был для нас вот игры в греческих одеждах но сегодня мы снимаем эти одежды и народ который ищет его то есть народ божий народ в котором который ему не интересны материальные какие-то вещи и который ищет духовной печи начинают видеть своего машеха и истинного машеха истинного царя израиля и начинает обращаться к нему вот мы живем какое интересное время и тогда помните когда он снял себя вот эти языческие одежды вот это напряжение которое было оно пропало и братья бросились ему на шею и плакали и он плакал они плакали от радости и так есть в захарии написано что когда мы узрим того которого пронзили то каждое колено будет плакать особенно и рыдать и плакать и я сейчас у меня слезы на глазах потому что такое действование будет когда в через огромные трудности и русским будет окружен войсками нам не будет уже не на армию надежды на что мы вас зовем к своему машину и мы увидим того которого пронзили и будем рыдать от счастья потому что он придет как избавление для вас как тот кто придет уже царствовать как царь израиля ну того народа который не имел ничего своего на этой земле народ который не значится среди других народов это не явно не тот народ который сейчас живет и имеет и значится как государство а и тогда будет великое действование вот вот его приход мы ожидаем и в эти времена мы сейчас живем вот чем мы занимаемся и этот день день наш нашего рождения потому что тогда много веков назад почему попали потому что попали потому что пошли брат был в египте брат открылся и брат на на должностях и они оставили землю обетованную а по своих знаете юношескому этому неопытности врагу удается обдурить и они идут в египет в надежде на человека и здесь для нас большой урок когда мы читаем и видим мы понимаем что проклят всяк надеющийся на человека и делающие опорой себе человеческую плоть потому что 7 они момент на нового вроде бы как всегда когда мы опираемся на человека нам кажется что очень правильно мы поступаем потому что ну вот это же большой начальником и по надеялись он решил наш вопрос это все и момент на но на потом мы понимаем что лучше под его и не решал потому что для нас это оборачивается проклятием чем и обернулась для израиля тяжелым рабством они дошли до того что детей их них марова муровали в стены замуровали убивали насиловали ну в общем были страшные вещи и вот они в этом тяжелый же тяжелейшем состоянии мицра им ведь эта теснота не и она не только физически она выражается она еще и духовно очень сильно давит со всех сторон когда ты про и в такой в таком каменном мешке который раз которого практически невозможно выбраться вот то что они подарили иосифу они получили это взамен его очень правило сильное действует она кстати сейчас работает в россии то что по посеяли сейчас жену потому что взорвал каховскую даму у нас здесь на украине затопи множество людей погибли туда нанесли такой природе их ущерб в прошлом году они ну такая такие последствия страшные сейчас россия самотопнет я не злорадствую видит бог моё сердце лежал каких людей которые там сейчас и ну в тяжелых обстоятельствах но вы видите и как работает закон сеяния и жатвы это что посеяли не тогда против своего брата не столицы и пожали еще только в удвоенном или в утроенном эквиваленте понимаете поэтому и здесь еще один урок очень иногда делай поступай всегда с людьми так как ты хочешь чтобы они поступали по отношению к тебе всегда будь ну пу смотри на за тем что ты делаешь наблюдай потому что она вернется и вернется умножившись против тебя если ты хочешь украсть то знаешь у тебя украдут в два раза больше если ты хочешь обмануть знаешь у тебя дурят в два раза больше так получилось с израилем и вот когда они уже думали что нет все все обречено бог посылает маша и через маша он говорит им и это было двенадцатый исходе sky и сказал господь моисей прочитаем моисею и арону и земле египетской говоря месяц сей да будет у вас начало месяцев первым да будет он у вас между месяцами поэтому это духовный новый год это первый месяц духовного года ну вот если то и больше календарный то это день рождения духовный и скажи всему обществу сынов израиля в десятый день всего месяца пусть возьмут себе в каждой одно агнеца по семейству по акцию на семейство и ну и что тут такого скажите вы трудность заключалась для них в том что агнец этот был египетским идолом богом божеством которому сами египтяне не имели права прикасаться под страхом смерти потому что если ты тронешь бога египетского а если ты рад тем более там бесправный и тронешь их него бога то тебе однозначно смерть тебе и твоим родным всем своему семейству всему а здесь через маша они получают приказ это сделать и они вы стоят перед выбором сразу умереть потому что если ты возьмешь этого бога египетского ты сразу умрешь или еще раз тянуть свое мучение на какие-то ну может еще там неделю прожить или год у кого-то получится египтяне не забьют тебе потому что тогда страшное с ними творилось и вот они принимают решения от тех кто принимает эти решения да лучше мы умрем умрем как свободные послушал бога послушал бога лучше умеет послушал бога чем оставаться влачить эту рабскую жизнь вот это вот это решение и есть днем рождения для всех людей веры понимаете лучше мы умрем стоя в истине чем будем жить как коробки будучи рабами людей присмокаться перед ними человека уводничать и быть их ними какими-то непонятно кто для них потому что мир нас ненавидит потому что он видит что мы не такие он всегда я не знаю я не помню я почему-то я никогда ну еще в детстве не мог понять почему все все шишки летят меня почему все делают а видят одного меня почему наказывают все творят наказывают меня вот это я не мог понять сейчас я это прекрасно понимаю потому что ну вот так вот есть и вот они принимают это решение и послушал маша послушал бога тут не маша очень важный акцент они берут этого египетского бога бога к себе в дома он должен у них быть три дня там находиться жить и когда египтяне это увидели они скажут вышло и евреи вышла с ума сошли зачем мы нашего почему наш бог плачет а ну и огня то это не очень такое покорное существо вот возьмите вы его из среды его обитания хотя бы мы сделали это и у нас были эти и жили бараны и огня то это не короткое существо у кого есть знаете кто научит агнец короткий это ли кто это тот будет говорить который не сталкивался с ними в жизни это не короткое существо если его забрать он будет так орать что ты просто и вот когда египетский бог начал так кричать шоу не не обратить на это и в тяне не могли внимания они пришли и спросили что наш бог почему он плачет почему вы его посадили в клетку на что евреи ответили такая он плачет потому что завтра мы будем с него шашлык делать характере вашему богу делать вы понимаете нам просто сейчас говорите я говорю это в шуточной такой форме подаем но на самом деле если бы я оказался на их месте вот поставьте себя на их не место вы представляете чего стоило им это сказать какую веру надо иметь как это надо возненавидеть этот грех это зло это тоже их привело в этот грех чтобы вот так сказать вот а я лучше и сдохну я больше этого делать не буду я не буду больше вас перед вами присматриваться я не буду больше перед вами на нации на цифрах стоять все время это закончилось я свободный можете мне убить но я свободу и когда они это сказали египтяне не смогли ничего сделать произошло чудо и вот этот шаббат это время когда за три дня до пессаха и когда он попадает в этом году так попал совпало все с этого момента началось их не становление и рождение как народа поэтому это большой шаббат это шаббат решения я часто рассказываю как ну есть но таких случаев у меня но мы ну когда бог посылал меня как проводника и как человек к людям которым надо было подсветить этот путь и мы приходили и говорили слушай вот время твоего исхода так говорит господь показывали все по описанию рассказывали раскладывали так мы обычно это бог делает во всех по полностью картину открывая время тебе выходить и люди которые говорили мы понимаем все но если мы сейчас это сделаем наша там церковь назовет нас блудниками а нам кто заберут у меня то и это в общем сделать этот шаг только единицы могли наверное это те кто действительно избраны этот шаг очень непросто дается обычно когда тебе надо стать против мнения всего мира весь мир говорит паска наших христос за нас заклана все такое опа хорошо будем петь и веселиться и танцевать а тебе надо выйти навстречу богу пустыню непонятно куда и вообще и быть одному и идти совершать этот путь уже не с толпой а а в одиночестве что нет я не хочу это не для меня это ну понимаешь брат да это все хорошо но есть же у меня семья у меня надо это а вот и начинается я никогда ни на чем не настаиваю сколько бог раз нас не посылал никогда и никого не уговаривал я просто показывал подсвечивал этот путь уже человеку сделать этот выбор тогда точно так маша подсветил для них этот путь показал вот есть путь к спасению к выходу из этого рабства кто хочет делайте да это может выглядеть очень опасно да это крушение всей вашей жизни которая была до этого это новое начало и новое становление и поверьте легким она не будет но кто пойдет тот не пожалеет и я уже пройдя определенный путь есть свидетельство ну свидетель к тому что совершил этот шаг сейчас бы я не променял бы его ни на какие блага мира и пусть у меня часто вот нету того чтобы мне хотелось пусть я не могу своим пах свои похотя удовлетворять а это наверно лучше больше плюс чем минус поэтому но я иду я знаю куда и иду я вижу этот путь я знаю что бог меня ведет я за я вижу как он благословляет меня как он учит меня как он наставляет меня я жизнь на миллиарды миллиардом не променял бы его пусть бы сказали давай мы вернемся отмотаем и вот мы поставим или ты идешь поэтому опять по этой дороге с трудностями со всеми своими вот этими когда умирал ты два раза когда ты на тебя сколько всего наваливался или же вот тебе деньги и живи как хочешь я бы пошел опять по этому пути потому что на этом пути я знаю чего я хочу и куда я иду а то путь без путья эти деньги они никого счастливыми не делали я знаю много судеб когда деньги большие делали человека еще большие несчастным человеком вот что такое шаббат это это точка разворота это точка рождения и это наверное если бы у меня спросили что такое рождение свыше это рождение свыше это рождение народа божьего это твое принятое решение уже больше не идти за всей за толпой а идти за богом а как уже это этот путь будет уже не тебе решать и каким путем тебя бог поведет не тебе решать не тебе понимать и только такие люди могут приступать к песок у господнего ни один человек с необрезанным сердцем в нем участвовать не может только такие люди входят в дни опресноков им открыты дни опресноков мы сегодня сейчас мы убираем все квасное с наших домов выносим потому что ничего не должно быть в наших домах в наших сердцах никакой закваски не должно быть мы очищаем и дома потому что если у тебя внутри чисто она будет и снаружи это чистим и у нас конечно мы еще не весь хамец вынесли мы кто недавно переехали но мы стараемся мы никуда практически никому не ездим ни с кем не общаемся потому что мы стараемся навести в этом куда мы переехали в доме более более менее порядок чтобы песок господин был не только в нас внутри но и наружу и приступить по саху и войти в эту ночь бдения края первый раз мы пришли в эту ночь бдения мы сделали все так как бог сказал мы зарезали барана собралась община и был ночью мы собрались мы пережили такую благодать мы пережили такое присутствие все кто там был они помнят эту ночь как и они вспоминают ночь такое присутствие более что говорить не хотелось вообще ничего такая тишина такая такой мир сошел и такой покой сошел на ту место там где мы были когда мы сделали все так как ну бог говорит в двенадцатого исхода в двенадцатой главе исхода очень сильно и след за песком и дну дни опресноков и это очень важно дни опресноков написано кто будет есть квасное в эти дни душа того будет отторгнута от общества израилева нельзя 8 дней нельзя есть ничего космосного и она не должно в доме быть и нельзя его есть мы будем мы купили мацу это жена уже спрятала пачку мы были в синагоге взяли мацу можно самому испечь ее это почему маца еще чуть-чуть времени я вам объясню сейчас у меня где-то есть видео я в описаниях напишу что это за видео там где я песок седр делаю в прошлом году я там все рассказываю но друзья в двух словах почему взялись акцентировали на акции вот сейчас когда вы понимаете кто такой агнец агнец это идол египетский тот кому египет то есть грех поклоняется ну люди греха поклоняются это идолопоклонство агнец это поклонение идолу вы понимаете куда ведет поклонение агнцу видолопоклонство знаю сейчас от канала подписываются многие ряные христиане ну кому истина это как кипяток на ногу но я не перестану говорить так есть и больше того маши не не делал акцент помните этот песок седр который они праздновали последнее его перед тем как он зашел на голгофу что он делал акцент на альце он хоть словно сказал я агнец божий вот агнцу служите агнцу поклоняйтесь нигде он такого не говорил и даже вот эти шок модулировали то есть аферу эту крутили и они не посмели даже этого утверждать более того смысл я не знаю мы сделаем песок седр в эту ночь или нет но я вам сейчас хочу объяснить двух словах на нашем столе то есть в пасхальном седре пасхальный порядок песок седр это пасхальный порядок есть баран умерший ну ягненок мертвый и это символ человеческого я это символ того что должно умереть в нас это символ того почему на мы в египте оказались потому что наше я было живо мы я решала куда нам идти не бог решала я и решала а потом уже бог говорил ну ладно идешь иди потому что высшие силы всегда ведут человека туда куда он хочет идти понимаете она нас привело в рабство она нас привело и она должно умереть агнец на нашем столе это символ смерти он умирает для чего когда он уже лежит на столе мертвый и я понимаю что это моё я которое должно умереть когда мы все крестились ну смерть его крестили сказано смерть его погрузились и мы должны в эту смерть прийти для чего тогда машея встает и говорит вот я он берет афикуман то есть мацу чистый ну маца это афикуман что такое фикуман я тоже там рассказываю в этом видео сейчас не хочу потому что длинно будет и он берет афикуман то есть кусочек мацы подымает и говорит вот тело вот этот для пресно чистоты чему мы должны стремиться ким он становится тогда может может осуществиться когда вот этот идол мертвый идол который привел наше человеческое иго мертвое вот какие символы вот кому поклоняется христианство и вот почему их увели туда в это поклонение потому что надо же разжигать похотя с растяжем блудили все что угодно делали только не служили богу понимаете но машея сам берет берет мацу символ чистоты потому что масса печется только с хлеба и воды больше туда ничего даже соль не добавляется он подымает ее и говорит вот тело моё за вас сломи мое вот кто я вот тот кто свое я принес на жертвенник вот кем он будет и должен быть и вот куда вы должны стремиться вот этому чистоте к святости они пекти вот эти булки и яйцами их обкладывать понимаете вот 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 как обманули вот как развели народ и вот кто кому поклоняется тот тому и раб а и шо говорит он говорит отец ищет поклонников которые будут поклоняться в духе истины в правде в истине стоять и пусть весь мир будет служить ансу египетскому идолу пусть он туда будет устремлять свой зор я буду смотреть на опреснок чистоты и к нему стремится туда устремляться потому что опресноком первенец это машина он стал первым опресноком чистоты а мы вслед за ним должны стать бесквасными должно умереть наше и если наше я человеческое не на столе не лежит опресноке нечего и думать потому что она обманет тебя она закружит тебя и ведет тебя от бога мертвый для себя и живой для бога вот только так это работает по-другому она не работает и поэтому этот праздник это для меня для нас я надеюсь и для вас друзья это все-таки праздник опресноков и тогда естественно что не не бета неделя для нас будет начиная с понедельника вечера и заканчивая вторником это будет неделя опресноков мы не будем ничего квасного если мы будем стараться держать свои сосуды в чистоте и в святости чтобы пройти с богом и всего народом эту неделю чтобы с ним пребывать в эти дни потому что это его дни он осветил их для них для себя и здесь решается сегодня сейчас и на протяжении этой недели выйдем на новый уровень или мы опустимся еще ниже если ты свои бога тени с распял то естественно что ты пойдешь вниз если ты распял пойдешь вверх вот такие друзья вот чем хотел поделиться и наверное буду заканчивать уже сегодня обойдемся без тегелим и так вам накидал ну в общем и хочу вам пожелать хорошего исхода первых прежде всего хочу пожелать хорошего исхода качественного исхода осмысленного исхода потому что служение богу это осмысленное дело в первую очередь чтобы символы важны это бизнес к без без сомнений но больше всего важно осмыслить сесть разобраться проанализировать куда я иду чего хочу какие приоритеты в моей жизни потому что если сами себя обманем нам никто не поможет если сами себе честно не можем говорить признаться честно нам никто не поможет но когда мы честно из бог честны с самим собой и честны с богом и говорим я вот такой как есть мое желание сердце мое туда вверх чистоте к святости помоги мне этот год осветиться а не запутаться как свиня немытая еще больше в грязи когда бог написано осуществляет желание боящихся его желаю всем вам хорошего исхода желаю вам всем любить бога любить друг друга вас всех люблю всех благословляю всех обнимаю хорошего вам шаббата мирного шаббата мирного покоя и песаха надеюсь увидимся но если не увидимся то хорошего исхода шаббат гадоль друзья аминь аминь аминь